следующее правило семейной жизни невозможно никому ничего объяснить и это не потому что вам не повезло а потому что так устроена семейная жизнь мало того что жена не может мужу ничего объяснить муж ничего жене не может объяснить они даже детям ничего не смогут объяснить потому что через близких людей действует самая тяжелая сильная судьба она лишает человека возможность тебя воспринять еще и способность уважать человека как вот я допустим олег геннадьевич приехал там откуда-то с неба к нам в иркутск если бы олег геннадь в иркутске жил до свидания и тут на лекцию не пришел приведу пример я когда жил в москве ко мне на лекции приходило 60 человек я уехал из москвы пап жил полгода в другом месте и не горит прийти пожалуйста люди хотят лекцию я грудок они не придут на лекцию я жил в москве там меня никто слушать не хочет быть под давайте попробуем я приехал 1000 человек пришло понимать потому что я из москвы уехал я стал уже другим человеком человек близкого человека не может слушать если же мне начинают что-то объяснять смотрит на меня будет лекции читать будешь там зале лекционами до свидания уже я и так все слышала все твои лекции такая-то минута такая-то лекция так мои хорошие послушайте меня внимательно это правило очень важно знать в семейной жизни никому никогда ничего не объяснишь а если вы настаиваете начинает скандал и разрушение отношений потому что через близких людей просто действует ваша судьба это похоже на анекдот вот этот с прапорщиком который мне рассказали когда в армии не очень понравилось но что он соответствует этой теме солдат приехал в учебную часть ему дарил омик из говорят подметая свадь начал подметать старался прапорщику подходит говорит дай метлу я лучше подмету он горит а мне не надо чтоб лучше не наш ты замучился и вы говорите допустим жене слышать давай поговорим как бы сделать так чтобы было лучше а не не надо чтобы лучше надо чтобы ты замучился но она сама этого не знает потому что через нее действует судьба а судьба просто тебя хочет сломить она хочет сделать тебя смиренным она хочет чтобы научился терпеть любить уважать они чтобы и люди этого не знают допустим вы из пост лекции пришли решите лекцию объяснить мужу и чего ему не объяснить это невозможно тогда что делать а вот здесь надо знание иметь что делать запомните судьба действует совсем иначе первый шаг человек меняет свое поведение второй шаг он вдохновляет близкого человека своим поведением и третий шаг меняется близкий человек все по-другому никак не изменится ваша семейная жизнь никак вы ничего не сделаете с этим хоть объясняйте хоть не объясняйте хоть условия ставки хоть уходите из дома близкий человек не будет меняться потому что он вас мучает потому что так надо это ваша прошлое жизни прошлые поступки мучают только через близких людей вот допустим если я в трамвае еду мне кто-то скажет у тебя над длинный ну и что подумаешь там сказал если мне жена оскорбит меня я это восприму очень серьезно если нас люди которые нас окружают там с чужие они не могут никак нам приносить страдания потому что мы не воспринимаем серьезно вот допустим там в интернет про меня чё только не пишут но я не воспринимаю серьезно потому что эти люди меня не знают ну пусть пишут что хотят вот а если мой близкий человек что-то напишет я тогда приду к нему скажу ты чё кого почему так думаешь про меня я буду сильно расстраиваться таким образом надо понять такую вещь что близкие люди нам даны не случайно и понять это очень и очень сложно потому что мы именно таких и заслужили это по судьбе положено то очень трудно понять мои хорошие но ничего без исходности никакой нет ко мне подошел один мужчина такой зашел на сцену такой подходит ко мне я смотрю он лекции вроде моей не слушает я чувствую людей которые слушать на лекцию можно я к вам подойду я говорю можно держит так как давайте будет все это нет он выдайте руку я дал им руку я хочу пожрать вам руку я говорю почему вы так решили только прийти специально приедем на лекцию приехали он говорит нет я лекцию дня лекцию не остаюсь некогда я бля чё вы мне руку-то решили подай пожарю жена стала нормальным человеком спасибо с она прошла первую стадию она не стала менять его она просто сама стала нормальным человеком прошла первую стадию и он стал благодарен это значит что он скоро начнет слушать лекции когда люди слушают лекции им сильно западает сердце то что с ними не связано вот допустим женщина слушает вот что надо мужу сказать то есть она записывает то что нужно мужу сказать а то что и самой надо сделать она вообще это не слышит даже так устроена психика человека но именно то что тебе самой надо сделать и изменит твоего мужа будущем а по-другому его изменить вообще невозможно просто просто невозможно и это надо знать но если ты сама поменялась он вдохновился у него появилась вера в то что ты делаешь он сам начал слушать сам начал меняться такой путь вот смотрите всегда победе над судьбой есть три шага первый шаг принятия как иисус христос принял свой крест это первый шаг принятия судьбы почему он воскрес потому что когда-то он принял принял судьбу показал нам схему второй шаг это правильно изменение отношений близкому человеку изменение отношений и третий шаг изменение внутреннего давайте приведу пример ну допустим жена на кухне делает бардак то есть грязь уже там плесень уже все воняет как бы если ты ей скажешь иди помой посуду почему все грязно то она может принципе пойти и помыть но в сердце у не появится чувство насилия что она уже от этой посуды уже устала потому она и не моет что ей эта трудность доставляет какую-то это твоя судьба тебе хочется что все было чисто в квартире она эту судьбу выполняет осуществляет прими судьбу сначала не знать что ты тебе нравится в бардаке жить а просто ты успокойся прими реши что вот так тебе положено по жизни кухня не так просто будет очищаться в твоей жизни потому что так положено по твоей судьбе приметы успокойся с ними себя от напряжения помолись сделать добрые дела позаботься все наполнись отвлекись от ситуации когда счет ситуацию включен он тает теряет себя и начинает долбать и долбать ему по шее все больше и больше так разрушается семьи отвлекись от ситуацию поделать добрые дела как например наполнится ну пробегись по улице наполнись припродой станет лучше настроение хочешь вообще чтоб сердце легче было сделала кому-то доброе что-то если чувствуешь препятствие большое ну пойди помолись богу в общем приди в себя сначала наполнись прими ситуацию успокойся сделать так что тебе это все нормально переносить вторая стадия эта способность несмотря на эту ситуацию правильно разговаривать с близким человеком по-доброму как будто ситуации нет ты разговариваешь по-доброму и это возможность правильно разговаривать дальше меняет человек приведу при конкретной вот этот пример связи с посудой и как надо делать так чтоб женщина все поняла есть определенный ключ к женскому сердцу мужчины это всегда срабатывает одинаково просто вы должны в этих правилах в рамках этих правил действовать вот смотрите допустим вы приняли ситуацию бардак на кухне хорошо если вы искажите бардак на кухне начнется конфликт потому что ее это сильно обижает это зона очень сильной чувствительности для нее но бардак при этом никуда не одевается и вы должны понимать как работает женская природа то есть вы уже в сердце своем победили с ней разговариваете нормально несмотря на бардак вы победили вторую стадию вторая стадия судьбы побеждена и осталось только третье а третье означает что она должна захотеть убраться как доходит ну то есть первые две стадии не пройдете ничего не будет нужно пройти сначала ты успокаиваешься все хорошо будет вторая стадия ты с ней можешь по-доброму разговаривать потому что иногда бардак вроде все хорошо но с ней разговаривать не могу с бардак и как бы я улыбаюсь и она видишь искусственно все и она подальше от меня убегает не хочет со мной общаться на третьей стадии я прихожу домой и говорю жене слушаем на хороших такая ситуация это вообще никак не касается нашей жизни просто у меня друг спросил вот когда на кухне грязно как нужно жене сказать об этом чтоб она услышала я с ней советуюсь пусть совета прошу и и она должна почувствовать что я ну как бы не лицемерия просто действительно вот такая ситуация хорошо если действительно друг об этом спросил и она может сказать все что угодно рассказать как надо женщине сказать чтобы она не обидит она может как женщина рассказать как надо дать жене совет чтобы она убралась на кухне но знайте мужчины что в этот день и в следующий кухня будет чистым потому что женщина когда она услышала такое но ее это не касается напрямую не включается совесть она думать надо браться на кухне идет убираются почему потому что психика женщины всегда работает через косвенный пример они прямой она у нее должна включиться совесть это всегда через доброту происходит например жена не хочет рано вставать допустим и уже от этого болеть начинает что делать допустим поднять ее напрямую вставай это конфликт сразу я не хочу вставать саня от меня все сам бегай я не мужик чтоб рано вставать вот что делать женой нужно мотивировать ее любовью то есть ты успокоился уже если ты беспокоишься что она не рано встает она будет на зло спать ты успокоился ты уже не думаешь что она не рано стоит все нормально тости спокойно и ты уже можешь с ней разговаривать нормально несмотря на то что она такая лентяйка ты победил уже прошел эти две стадии есть 3 стадия 3 очень легко осуществимы ты просто садишься рядом с ней когда она спит и говоришь слушай такое солнце красиво сегодня такие птицы я пошел на улицу и она сама встанет и пойдет с тобой потому что женщина мотивируется любовью красотой она чувствует что это надо все и тогда она легко встает и идет на улицу ну то есть понимаете как бы помочь женщине жить правильно очень легко нужно просто настроиться сначала правильно если мужчина этого не делать он не помню то же самое мужик допустим да у него есть свой подход уже к мужику вот допустим я не выключал свет в ванной а у женщин всегда у них психика она работает через познание допустим женщина когда что-то узнала она потом всю жизнь резко на это настраивает но мужик блин мешает всегда но тут так же было она сходила на какую-то лекцию на которой сказали что если человек не выключает свет у себя в квартире то энергия уходит не экономится энергией как бы и усталость может жить быть в такой она постоянно устает и она такая все поняла почему стою потому что свет не выключается у нас лишнего горит и все началась борьба со светом то есть война одну женщин акции то с этим боремся то с этим постоянно чем в голову какая-то идея и понеслась вот и она боролась со светом который я не выключаю а мужик он же глобально мыслит у него как бы вся планета спасать ее надо как бы какой свет вообще и она мне говорит ванне выключай пожалуйста свет игры хорошо выхожу из ванны забываю она сначала сильно расстраивалась такая потом первую стадию прошла успокоилась и начала мне говорить прошла вторую стадию начала мне говорить очень мягко и нежно выключай пожалуйста свет ванной я перестал как бы реагировать почувствовал что ради нее надо выключить пошел выключил просто я начал выключать потому что она напоминала но самое главное женщины поймите что когда вы уже принимаете мужика таким какой он есть и просто ласково ему говорить без всяких проблем то у него в сердце появляет желание это сделать пусть по скрипту но вот самое интересное что произошло потом где-то на 50 раз может быть когда она сказала это надо долго говорит мужчине потому что труднопробиваемый на 50 раз где-то я вышел из ванны пошел к себе в кабинет и вспомнил что надо выключить свет прихожу на свет уже выключен я подхожу к жене говорю спасибо что свет выключила она горит я не выключала то есть я выключил сам но забыл и после этого я сколько не возвращался всегда свет был выключен то это значит рефлекс работал все то есть она меня обучила и у мужчины все что связано с домашними делами у него все на уровне автоматики понимаете когда женщина объясняет просит потом просит он потом делает уже так но об этом тоже не это просто само собой происходит но мужчину нацелить на то чтобы носки стояли в одном месте нереально он не может в этом направлении мыслить он просто может это начать делать на уровне автоматизма женщина если по-доброму говорит 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 он просто так делает но вы не мужчины не спрашивайте сделал он это лет он не помнит он пойдет смотреть если время спросить понятно система ну то есть женщине надо просто один раз сказать или два раза сказать но надо ей говорить не навязчиво и вообще как бы косвенно чуть-чуть как будто это не и касается какой с не вставать из постели а какое пока какая природа хорошая какое солнце как классно на улице и все прочее вдохновилась побежала сразу вот вот и то же самое не надо про грязную грязная посуда надо говорить вот у друга проблемы или там есть разные другие варианты например знаешь моя хорошая я сегодня прочитал такую вещь оказывается когда у человека в доме есть какая-то ну грязь но это не имеется виду наших как бы дом то это влияет на иммунитет это правда и появляются простуды она все время простывает у меня такая так и все сразу на кухне чисто постоянно почему потому что простывать то не хочется но если бы я это сказал с раздражением тогда она бы этого не сделала просто надо сначала победить себя а потом по-доброму найти какой-то косвенный скос способ женщине что-то объяснить и она вдохновляется но самый лучший способ женщине вдохновиться это объяснить ее подружки что вот это вот хорошо делал и подружки над сказать только жене не говори поняли мужчина надо сказать жене не говори это значит она скажет ей по секрету потому что женщина не говорить не может она не может не говорить просто понимать не природа придется говорить стоит подружка жены если подружка говорит жене слушай ты чё там убираешься ты то она сразу слеги потому что когда женщине женщине дают совет это быстро работает очень когда мужчина женщине дается муж жене не работает женщина мужа не работает а когда муж мужчине говорит слушай ты свою чё задолбал там перестань мучить откуда ты знаешь слухи ходят все поэтому поймет он начнет об этом думать